Провожать лето никто не собирается и по этому случаю особо эмоциональные жители нашего города устраивают настоящий бой. Уже известная группа Flashmob 37 решила провести беспощадную войну подушками. Самое непредсказуемое и опасное оружие в руках этих ребят, как ни странно, приносило только позитив, радость и незабываемые ощущения. Получение адреналина, выброс эмоций, все это вместе взятое. Это просто накал страстей битва. Я вот сегодня даже взял две подушки, но одну меня уже отобрали, к сожалению. Выходил тут в центре, битвы стоял. Меня окружили, я защищался. Это очень классно, это просто весело. Администрация не позволила ребятам устраивать бои прямо на улицах города. Пришлось вымещать гнев на стритбольной площадке парка Степанова. Честно говоря, немного напрягают. Хотелось бы, чтобы как-то попроще это все было. Не знаю, если правительство сможет сделать все это, попростить как-то. Не знаю, организовать специальные дни флешмобов. Не знаю, какие-то площадки специальные организовать. Чтобы придать грозность своему орудию, участникам флешмоба предлагалось его разрисовать. Мы проводили определенный конкурс, где ребята разрисовывали на месте, ну или дома придумывали дизайн подушки. Самые натуральные, такой битвенные подушки. Когда они придумали, они это все перенесли на наволочку. Вот. И показали всем по аплодисментам. Мы определили победителя. Им оказалась девушка, которая готовила дома шикарную наволочку. И мы вручили ей прекрасный приз. Какой? Майку. А-а-а-а-а! Офигеть! Майку с надписью. Никто, кроме нас, ведь никто, кроме нас этим больше не занимается. Мне кажется, это не совсем флешмоб. Это скорее мероприятие для позитивных, активных студентов, молодежи, которым, ну, немножко нечего делать этим летом. И мне кажется, это замечательное мероприятие. Я пришла сюда, потому что скучно. Я пропустила кучу флешмобов. И я хотела как бы влиться, почувствовать настроение летнее. Когда еще можно с подушкой выйти на улицу и просто так полупить друг друга? Веселье ребят длилось около 30 минут. К счастью, никто не пострадал. Нина Сардейска, Андрей Семеголков, РТВ Иваново.